всем привет друзья покажу вам сейчас кристаллы сцентиляционные в ультрафиолете вот я тут разложил немного разных различных типоразмеров и типов кристаллов сейчас вам покажу как можно определять его плюс минус работоспособность и состояние так давайте покажу сначала в обычном свете а потом в ультрафиолете так вот почти полная темнота включаю вот так они выглядят со вспышкой с телефона вот все беленькие красивые прозрачные вот так они выглядят вот а теперь давайте все то же самое но в ультрафиолете так они ничем не отличается вот все вроде белые хорошие и особо выбрать не получится без ультрафиолетового фонарика включаю ультрафиолет но при этом нужна полная темнота вот на дневном свете не ничего не будет видно ультрафиолета так сразу заметно что некоторые как молоко заливаются видите вот этот например и вот этот а некоторые меняют цвет этот розовый этот этот розовый какой-то даже буро-малиновый этот такой серо-коричневый этот красный этот вообще он фиолетово-розовый этот такой бежевого цветом этот голубой вот этот вообще красного цвета вот реально красный так вот этот тазиод активированный натрием он кстати бежевого цвета сейчас покажу фокусируем этот тазиод активированный натрием так он белый при дневном свете вот посмотрите сами вот идеально белый со всех сторон если при вспышке света еще свечу ультрафиолетом вот он никак не реагирует прозрачный как видите вот ультрафиолетовый фонарик включен только волоски на нем видно пыль сам он абсолютно прозрачный остается при ультрафиолете но если я выключу вспышку на телефоне при этом то ультрафиолете он становится ну еле-еле голубым но при этом прозрачные прозрачные и дно видно вот хорошо видно контуры дна если сфокусироваться на дне вот так выглядит тазиод активированный натрием вот если издалека осветить то он как видите вот он находится вот на него свечу если отдаляю то у него цвет не белый не голубой а такой бежевый бежевого цвета рядом с ним вот это уже натриет а вот этот красный сейчас посмотрим реально красного цвета прям алый красный как кровь сейчас посмотрим что на нем написано это натриет или цазиод на нем кстати не написано потому это может быть цазиод это может быть цазиод таким цветом отдает но это не точно нужно взвешивать по плотности еще проверять ну а лучше всего на гамма спектрометре посмотреть по импульсам так вот этот красный бывает смотрите эти голубые и вот что из больших интересно смотрите вот этот может быть с колодцем цезиод потому что он такой бежевый издалека вполне может быть внутри абсолютно прозрачен так это натриет смотрите на кристаллы большие вот что интересного вот это тоже красного цвета как видите вот а вот этот рядом голубой точнее он прозрачный ультрафиолете тоже это показатель хорошего кристалла то что он почти не реагирует на ультрафиолет а вот этот здесь видно что стекло отслоилась либо его переклеивали на заводе как-то сейчас попробую сфокусировать вам это показать вот и сфокусировался видно что про краям приклеена стекло на клей оптический а посередине вот мутное такое белое потертые это именно под стеклом между стеклом и кристаллом вот какой-то либо нет клея оптической смазки либо отслоился кристалл либо это потертости этого белого порошка светоотражающего но в любом случае это брак завода вряд ли кто-то такое делал колхозил переклеивал стекло хотя может и приклеивали стекло все может быть если вдруг разбили предыдущие и решили быстро заменить но для этого нужна была им камера без там где влажность 0 заполненная каким-то газом азотом например так дальше смотрите вот этот кристалл свечу он такой залился молоком весь белый она вот этот рядом вот если посвятить он становится такой оранжевый красный этот прям вообще ярко красный этот при слабом ультрафиолете такой темно-сине-фиолетовый если на него прям светит ну вам засвечивает вы не видите но этот такой фиолетовый вот этот очень розовый но прозрачный при этом дно очень хорошо видно ну на камеру это не передает его озвучиваю как я вижу в живую здесь тоже хорошо видно дно контуры даже вам на телефон но на камеру видно и он оранжевый желт ну не желтый оранжевый вам на камеру не передается насыщенность вам кажется бежевый тьмяный на самом деле он такой очень насыщенно ну как апельсиновый цвет что ли такой да этот вообще темно-серо-синий вот как серый синим смешали вот что-то такое этот темно-красный бордовый такой цвет попробую макросъемки вам вот этот показать кристалл там где стекло переклеивали а вот смотрите видно рельеф рельеф кристалла вот это посередине это именно рельеф кристалла то есть он не заполирован что ли и не прилегает к стеклу и вот видно рельеф хорошо на камеру но это только под ультрафиолетом видно и в полной темноте если я включу сейчас свет пуск